Может быть, не дай бог, я что-то нарушила сейчас. Елизавета, добрый день. Я видела вас в Новосибирск. Елизавета, добрый день. Располагается. Спасибо большое, Геннадий, что вы сделали мне сегодня комплимент, что у меня здесь приятно и уютно. Как вы? Я отлично. Я сегодня так же не выходил из дому, как и вчера, и продолжаю наслаждаться самоизоляцией. Ну, у нас с тобой, я уже сказала, что если бы не самоизоляция, то мы навряд ли бы в пять часов с тобой каждый день имели такой прекрасный аппоинтмент. Ты бы летал. Ты любишь днем лететь или ты любишь в ночь лететь? Я и так, и так люблю, но в принципе я люблю дневные длинные перелеты, как они помогают заранее избавиться от джетлага, потому что ты можешь стараться днем не спать. Поэтому, когда ты прилетаешь куда-то и там уже у тебя, ну, в общем, легче справиться с джетлагом при дневном перелете. Для меня, во всяком случае. У всех по-разному. Угу. Но я люблю ночью. Я люблю, пусть это будет red eye, но... А ты когда летишь днем? Ты вниз смотришь? Если облака не закрывают землю, то я, конечно, разглядываю, и это всегда интересно. Ты любишь окна? Я, ты знаешь, если честно, если это большой самолет, и если это длинный перелет, то я предпочитаю у прохода, иначе, если ты у окна летишь и заполнен там, пусть это даже бизнес-класс, то любой твой выход размять ноги или пройти в туалет будет сопряжен с беспокойством. Ты будешь вынужден побеспокоить своего соседа, а если он спит, то тебе будет неудобно. И, в общем, мне легче... Я даже, знаешь, вот когда, например, два, два и два кресла в бизнес-классе, то я предпочитаю сидеть у прохода в среднем ряду, чтобы уж вообще никого не беспокоить. И меня никто не мог побеспокоить. Вот поняла. Мы же очень редко путешествуем с тобой вместе. Наверное, мы никогда не летели вместе, кроме единственного раз в Каир, да, в одном самолете. Да. Поэтому это был первый рейс аэрофлота в Каире. Каире нас просят рассказать, и я обещала, что мы обязательно сделаем... Мы обязательно, да, Египет. Потому что, да, это ликбез, правда, я тебя благодарила за что. Я тебе сказала спасибо большое, что в моей жизни это было, это ликбез. И когда ты молод, ликбезов приходится совершать много. Но когда ты взрослый человек, и тебе кажется, что ты путешествовал и видел, и понимаешь, что ты не знал Каира, и в этом, конечно, огромное удовольствие. Спасибо тебе за это всегда, и наши фотографии каирские, они действительно очень красиво в настроении все сделаны. Спасибо. Ты что пьешь сегодня? Ну, так как у нас сегодня с тобой цветочный эфир, несмотря на то, что я небольшой любитель травяных цветочных чаев, у меня есть чай, который я привез из Китая. Это чай из Синьцзянь-Пуйгурского автономного округа, запада Китая. Это чай из Нанкинской хризантемы. Это что, в сторону внутренней Монголии? Ну, это в сторону границы с Россией, вернее, с Казахстаном. Это вот так вот выглядит сама по себе упаковка. Там внутри вот такие маленькие упаковочки одноразовые. Это не пакетики, естественно, просто китайцы предпочитают паковать... Порционно. Порционно, да. Вот так он выглядит, вот эти цветочки, они такие желтенькие, прямо цветы засушенные, хризантемы. А вот так вот выглядит настой, он красивого чайного цвета, он, естественно, травяного, цветочного такого аромата. Говорят, вообще это важное медицинское средство в Китае, говорят, что его дают людям, у которых нет плохой аппетит, сниженный аппетит. Но нам это не грозит. Нам это не грозит, нам надо что-нибудь прямо противоположное выдавать. Да, но ты знаешь, на самом деле, хризантема, если мы уже говорим сегодня о цветочной теме, то сколько культур, столько традиций. Когда я была, ну, наверное, скажем деликатно, старшеклассницей, это, наверное, был что, 9-10 класс, и когда меня мой одноклассник приглашал на свидание в начале, это был сентябрь, октябрь, вероятно, ну, наверное, не в первый день, может быть, на пятый. И он приносил мне в знак удовольствия, назовем это так, он приносил мне одну хризантему. И в Эстонии, где я родилась, существует культ осеннего цветка хризантем. Поэтому и вот с этой одной хризантемой мы совершали наш вояж по крепостной стене, по старому городу. И мне казалось, что все прекрасно, я пребывала с этой хризантемой домой, они были кудрявые. Я знала все сорта эстонских хризантем. И когда я стала жить в Париже, я поняла, что с одной хризантемой ходят только к покойнику в церковь в день похороны с белой лилией. Да. И сколько стран, столько традиций. Поэтому абсолютно хризантема для меня на самом деле один из самых капризных цветков. И по-японски я знаю не так много слов, но Кику Мацури, я точно знаю, это фестиваль хризантем. И мне посчастливилось, я была в Японии и в декабре, и в ноябре. И однажды я попала на этот фестиваль хризантем. Я тоже, кстати, был. Это на самом деле роскошно, и это 20 тысяч участников, и огромное количество сортов хризантем. Но ты забываешь считать сорта хризантем за теми конструкциями, которые они выстраивают из этих роскошных цветов. И это правда, это национально, это можно любить, не любить. Но вот я ни разу не была на цветении сакуры в Токио, потому что она прекрасно цветёт в Милане. И я всегда стараюсь не пропустить этот розовый и белый снег в Милане. То на праздник хризантем я бы поехала ещё раз. И однажды, естественно, в маршруте. Почему-то мне всегда хотелось побывать на рыбной бирже, ну ты знаешь. И, естественно, туда надо прийти утром в 4 и ждать, когда начнутся дилеры, когда придут покупатели, оптовики привезут эти замороженные туши. И когда я увидела клеймо на эти замороженные туши, в случае собрались все, пришли рестораторы, пришли брокеры. И когда я увидела на замороженные тучи клеймо сицилианского фестиваля, как это правильно сказать, когда убивают ловли тунца или боя тунца. Это же бой, когда море красного цвета, море такого же цвета, как моя хорта. Это не для слабонервных, потому что все лоты тунца, как и в трюфеле, в принципе, выкупают японцы. Поэтому разочарованию не было предела. Я могла бы эти туши посмотреть в те же дни и в Сицилии, правда? И пешком мы пошли, возвращались в отель и прошли мимо храма, где смотрители раскрывали свои трофейные кусты гризантем. Они их закрывают на ночь от ветра, от росы, от дождя. И это действительно, вот это было действительно священное действие. Поэтому, на самом деле, мы говорили про апелляции, но скажи, какой твоей была любимая игрушка в детстве? Как ты их поменяла? Да. Я подведу, подведу. У меня страшно любимый был маленький сундучок, в котором лежали юбилейные рубли. А уже тогда тебя интересовали юбилейные рубли. Ты знаешь, что мой папа работал в банке, и у нас был доступ к юбилейным рублям, и это мое наследство. Я не знаю, нам надо с тобой пересмотреть эти юбилейные рубли. Ты много лет пропустил, уже рубли по-другому печатают. А моей любимой игрушкой детства был глобус. Поэтому, на самом деле, папа злоупотребил положением, и он достал мне большой глобус, который предназначался только школам. И мне он безумно нравился. Почему я тебя спрашиваю, сидишь ли у этого окна, смотришь ли ты вниз? Потому что, когда я первый раз взлетела на самолете и увидела какую-то клечатую ткань внизу, ее было очень много. Я никак не могла сайт нести. На глобусах было не похоже, да? Да. Я не могла понять, что это. Это была клетка. Я помню, что был желтый, зеленый и коричневый цвет. И этого было много. Наверное, мы летели из Сталина в Петербург, в Ленинград или куда-то еще. У меня долгий был полет, был очень тесный самолет. Я возвороженно смотрела на стюардессу. Я мечтала быть стюардессой. Но потом мое увлечение изменилось. И глобус, на самом деле, я и сейчас кручу, потому что весь свой календарь. Я знаю, предполагаю, что ты тоже выстраиваешь скелет календаря года, что тебе точно нужно не пропустить из того, чем славятся те страны, которые ты любишь. Правильно, и какие-то мероприятия, которые ты обязательно хочешь. Где ты быть должен, где ты быть хочешь, и где ты появишься, если получится. Так вот, в моем календаре есть всякие долины. Я знаю, на какой неделе в мае цветет долина нарциссов на Западной Украине. Я знаю, когда цветут песчаные степи в Калмыкии. Я знаю, когда цветут мои любимые ирисы на склонах под Кштатом. И я очень люблю дикие растения, действительно. И я мечтала, стюардесса как-то, наверное, прошла, когда я пару раз пролетела. Но я очень хотела быть геоботаниками, собирать редкие растения. Красная книга, вот эта вся история с путешествами. И мне казалось, что это будет необыкновенно полезным делом. Поэтому первым делом, когда я приезжаю в те города, где я никогда не была, я сразу изучаю их на предмет ботанического сада. И на самом деле ведь историю страны можно прекрасно узнать по ботаническим садам. У меня не ботанические здесь, в Таллине, но здесь буквально в нескольких метрах от моего дома есть парк, заложенный Петром. И поэтому прекрасно эти деревья, 712-717 год, они помнят огромную историю. Они помнят, конечно, меня ребенком, также за руку с родителями. Поэтому из ботанических садов, которые я очень люблю, это, естественно, ботанический сад, университетский ботанический сад в Ленинграде, в Петербурге. Он находится во дворе, если кто-то знает, во дворах между дворцом Меньшикова и дворцом особняком Петра Третьего, между Филфаком и Меньшиковским дворцом. Там на задворках большого красного кирпича красивое здание, к нему примыкает ботанический сад. Мы в нем всегда подрабатывали. И я мечтала быть геоботаником и поступить на географический факультет, но мечте не суждено было сбыться, потому что первый экзамен профилирующий был математикой. Я понимала, что не стоит. И я изменила свое решение, но моя очень мудрая родственница сказала, что смотри, но это же может остаться увлечением и мечтой, это же может быть хобби. И действительно она до меня донесла этнография, наверное, и ботаника, геоботаника остались моими абсолютно увлечениями на предмет того, что украшает жизнь и какая польза, какую пользу мы можем получать от этих растений, как с ними жить, как с ними существовать. И на самом деле мое детство проходило там, где мы с тобой проезжали в декабре. Я тебе показала свои летние месяцы счастливые в Тверской области, недалеко от того знаменитого Удомирского озера, где жил Левитан, и Чехов, и Чайка, и прочее-прочее случалось в культурной жизни России. В моей жизни случилось то, что я знала каждое растение, я знала, как выжить, какими растениями можно питаться, если мы потеряемся. Я знала абсолютно все названия. Откуда? У нас не было ни тутера, у нас не было никакой няни. Мы выживали сами в полях, и мы точно знали название всех-всех растений. Почему? Потому что, наверное, в деревнях косили сено, соответственно, знали, какую траву любит коза, какую траву любит корова, как это все правильно смешать для того, чтобы у домашних животных было правильное сено. Вот эти сухие цветы копны сначала, потом стога, потом складированы это сухое сено. Оно, конечно, этот аромат и этот запах живет со мной всю жизнь. Поэтому полевые растения очень хорошо знаю. И я тебя не спросила, а, кстати, вот хризантема. Ведь правда же, хризантема – это символ, это образно символ Японии, верно? 16-перая желтая хризантема – это государственный символ Японии, это императорский символ. Это императорская печать. И герб Японии, если посмотреть на японском посольстве, будет 16-лепестковая хризантема всегда. То есть, вот мой любимый, он еще стал для меня еще более… Я никогда не задумывалась, я сейчас поняла, что это действительно хризантема изображена в твоем чае. Я думаю, ты тоже рассмотрел лепестки хризантем, верно? Да-да. Что выпить мне? На самом деле, цветы, вообще говоря, часто становятся символами государств. Но, как правило, азиатские государства. Потому что азиатское мировосприятие, оно такое, так сказать, особенно, если мы говорим о Японии, Корее и так далее, это восприятие такое дзенское. Это восприятие, прежде всего, для них важна красота. И если в Японии это хризантема, то, например, в Корее государственный цветок – это гибискус или дикая роза. И высший орден Кореи, Корейской Республики, Южной Кореи – это большой орден Магунхва, именно вот этого цветка гибискуса. И, кстати говоря, из 117 человек в мире, которые награждены высшим орденом Кореи, один из них – это мой тесть, писатель Анатолий Ким. Привет, поздравляю. Это очень красиво. Наши межкультурные истории, они, на самом деле, наверное, это нас приближает точно так же, верно? Потому что у нас абсолютно в любой культуре можно найти ведь в родственниках. И это приятно, но иногда раскачиваемся мы между своими генетическими предпочтениями, видно? С одной стороны, так, с другой стороны, так. Поэтому, когда я тебя спросила, стоит ли нам Пейсах или стоит ли нам освободить день воскресенья 19 апреля вечер в 5 часов Пасхи, пасхального воскресенья, мы с тобой не нашли ответа. Поэтому, может быть, мы спросим, и я устрою этикет-квиз, удобно ли будет делать наш эфир 19 числа, или мы можем перенести его. Но на самом деле у меня был запланирован этикет-бранч в истории. И я знаю, что было очень много желающих присоединиться, и темой было действительно чайпитие. Так что мы с тобой, ну да, в конце концов, нарвуз я уже поздравляла своих слушателей и своих читателей. Поэтому в календарях моих есть не только сезон цветущих растений. Смотри, у меня, я так еще и не заварила чай, и бискус я, наверное, не хотела бы, потому что я его пила два дня подряд, и шиповник я пила. Я думаю, между... У меня есть ройбуш прекрасный, красный куст. Один пакет бордовый, один пакет зеленый. На самом деле ройбуш – это южноафриканское растение. Это цветущее растение, это кустарник. И в нем не содержится ни тина, ни кофеина, на самом деле, но он очень богат минеральными элементами. И послушайте, сколько историй, сколько культур, столько традиций, сколько растений, столько легенд. И ройбуш и онкологию опровергает, и что только ройбуш нас не делает, и витамин С, и прочее, прочее. Но действительно, на самом деле ройбуш – это безобидный чай, потому что я уже сегодня два своих улуна поменяла в течение дня, потому что я проснулась в 6.30. Но, кстати, у меня сегодня есть еще, если говорить о добавках и о чаях с добавками, которых тоже очень много, у меня сегодня есть улун, который укреплен, не смешан, не ароматизирован, а именно укреплен женьшенем. И я, мы навряд ли с тобой, ты меня никогда таким чаем не угощал, я им угощаюсь уже с января месяца здесь. Если ты посмотришь, это вот такие маленькие, ну, как бы сказать, катушки, маленькие, такие маленькие, не знаю, как это назвать правильно, узелки, так вот это отдушка женьшеня. Но женьшеня, на самом деле, так вот это укрепление, чай, улун, укрепленный женьшеня. На самом деле, вечером бы я его точно пить не стала, но хотела показать тебе мою новую итальянскую добычу. Еще у меня есть о корнях. У меня есть прекрасный иван-чай, который, кажется, набирает огромную популярность в России. Иван-чай сейчас никуда. Всегда был популярен, всегда он не набирал, он всегда был. В русском рецепте он был всегда, там, с 7 века. То есть он и называется чай, Иван-чай. Да, абсолютно, чай. И, на самом деле, ведь смотри, о хризантемах, о которых мы говорили, они попали в Японию из Китая намного раньше, чем сам чай. Чай, если я не ошибаюсь, чай из Китая в Японию привезли в 9 веке. А хризантемы наши любимые в начале 8 века. То есть это удивительно. Многие прекрасные вещи родились в Китае. Но культ хризантемы, императорский цветок и прочие достоинства, символ действительно, это всё берёт корни. Чай попал в Россию что, в 17 веке, верно? Так что, да, через Голландию мы с тобой вчера как раз это говорили. И вот эти полезные свойства иван-чая, в нём витамины, полезные микроэлементы, всё, шлаки, токсины, укрепляют иммунитет. На самом деле, иван-чай эстонской апелляции, он выглядит вот так. И он привезён в подарок из Лахемовского национального парка. Это в предместе Таллина есть такой прекрасный National Forest, национальный парк, в котором, кстати, находится хутор моей тёти, сестры, моей мамы. И с этим хутором тоже связаны места моего детства. Значит, у меня есть вариант или ройбуш, или иван-чай. Я думаю, что иван-чай, если мы говорим о травмах, что может быть более интересным. Поэтому в иван-чае тоже нет ни чайна, ни кофеина. А ещё у меня есть вариант матэ, пока я завариваю чай. Давай про матэ, может быть, потому что я знаю, что Уругвай одна из твоих любимых стран. Уругвай одна из моих любимых стран, если вообще не любимая. И там мне просто страшно нравится эта небольшая южноамериканская страна, куда я попал первый раз по какой-то некоторой случайности. Мы договорились с товарищами встретиться сразу после Нового года в Чили. Ну ты уже назови товарищей, мы их все знаем. А это совершенно другие. А это другие. Мы договорились встретиться с товарищами после Нового года с Сашей Полисицким и его женой Людой. Мы договорились встретиться в Чили, в Сантьяго сразу после Нового года. И я так купил себе билет Люфганзе, что самолёт летел через Монте-Видео. И как раз, хорошо, этих товарищей могу назвать, это было начало 2000-х годов. Мы, 2005 год, например, мы договорились с Наташей Водяновой и тогдашним мужем Джастином встретиться в Уругвай. А у него в Уругвай есть поместье, чтобы встретить Новый год. И я прилетел в Уругвай и понял, что ни его мобильный, ни мой мобильный там не работают. А у нас были только номера друг друга. И я знал, что там дом у него где-то рядом с Пунте-де-Лесте. И пожив пару дней в Монте-Видео, я поехал в Пунте-де-Лесте. Мне сказали, ты не найдёшь гостиницу, на Новый год туда съезжается вся Бразилия, вся Аргентина, потому что лучшие пляжи на свете в Уругвайе, что правда. И совершенно замечательная гостиница, ты не найдёшь ничего, места, где остановиться в Пунте-де-Лесте. Я всё равно поехал, зашёл в одну гостиницу, во вторую, в третью. В третью мне сказали, вы знаете, на ваше счастье, у нас есть номер, но не знаю, подойдёт ли он вам. Это в связи с Новым годом у нас страшно дорого. Вместе с завтраком вам будет стоить это 30 долларов в сутки. Я сказал, ну хорошо. Недороговато, Геннадий. Недороговато. Новый год всё-таки. Естественно, что ни Наташи, ни Джастина я не встретил. Ну, собственно говоря, и ничего страшного не произошло. Я провёл замечательное время. Кстати говоря, по Чили я путешествовал тоже один, потому что жена моего приятеля, у неё случился приступ аппендицита прямо перед поездкой. И ей не рекомендовали лететь, чтобы швы не разошлись и так далее. То есть это у меня была такая фантастическая поездка несбывшихся, невстреченных друзей. Я съездил, слетал на остров Пасхи, я путешествовал по Чили, по Патагонии, в пустыню Атакама съездил. Это была замечательная, феноменальная поездка, но я путешествовал один, и, в общем, никогда меня это не смущало. Так вот, про Мате. И в Уругвай действительно все пьют Мате. Я не пью, мне нравится. Это очень специальный вкус. Колобас и Бомбио. Колобас. Колобас я знаю, а вот как называется эта трубочка? Бомбио. Бомбио. Я даже не знаю название. Я знаю только, что по Монте-Видео все ходят местные, у них на плече висит кожная сумка, в которой термос с горячей водой, и они идут и постоянно себе в этот колобас подливают воду и потягивают Мате. Вот так. Великолепно, великолепно. Да и вообще надо, так сказать, жить местными продуктами. Но, кстати говоря, вот эта нанкинская хризантема, опять же, друзья, в копилку бесполезных знаний ботаники выделяют всего 29 видов хризантемы. Но внутри каждого вида есть, естественно, селекционеры уже там стараются, скрещивают их, перекрещивают и делают какие-то новые виды. Так вот, нанкинская хризантема, кроме того, что цветы ее заваренные вызывают аппетит, не знаю, я как раз проверю, но она еще считается, что она прекрасно работает от мигрени, что она, ты вспомнила про абстиненцию, она, так сказать, помогает бороться с алкоголизмом. Также она полезна. И доктор, который мне понравился, я ему стала доверять после того, как я услышала очень хорошую фразу о том, что есть нужны продукты те, которые ели ваши родители, и стараться придерживаться той диеты, на которой вы родились, на котором вы были запланированы, случились, и которые ели ваши предки. Поэтому я сразу отказалась от яйца и 33 апельсина, и грейпфрута, и прочих поддерживать торговлю, верно? Поэтому действительно и то, что мы видим в супермаркете, и на любой напиток, ведь, конечно, существует мода. Согласен? Да, да, абсолютно. Так же, как чай с жасмином. Чай с жасмином, жасмином... Ну, чай с жасмином был всегда, потому что зеленый чай всегда мешали с жасмином, и это как бы китайская такая история. И жасминовый чай, это скорее не мода, так же, как... Ну, трудно сейчас назвать, например, чай Эл Грей модой, потому что, ну, так сказать, последние 300 лет этот чай был всегда в моде. Это точно так же, как трудно назвать модой, например, нашу русскую традицию пить чай с чабрецом, с тимьяном, да? Да, прекрасное дополнение к чаю. Я сам довольно часто после сытного какого-нибудь ужина заказываю чай именно с чабрецом. Мне кажется, что это совершенно прекрасная комбинация травы и чая. Верно, но вот если говорить о жасмине, я этому присвятила какое-то время, потому что я нехорошо себя чувствую от некоторых японских чаек, поднимается давление, и я нехорошо себя чувствую от некоторого жасмина. И мне очень опытная пожилая вьетнамка, которая держала один эко-курорт на, как называется, этот роскошный остров, который раньше принадлежал, раньше принадлежал ЮНЕСКО, сказал, что там есть чудесные пляжи, я на это повелась, поехала, никаких чудесных пляжей, мы с тобой видели пляжи лучше. Ну, в общем, это юг Вьетнама, и мне пожилая очень дама, элегантная вьетнамка, которая прожила многие годы во Франции, держит там эко-курорт, и мы разговаривали с жасмином. Она сказала, традиционно, ведь жасмин, это было огромное, это было своего рода, как тебе сказать, гастрономический изыск чай с жасмином, потому что эти листы, лепестки жасмина, их мешали с белым чаем, и все это выдерживали в листьях определенного растения, и это не подвергалось никакой термообработке, это все выдерживалось и про, как сказать, парфюмировалось, да, чай, белый чай, изысканный белый чай насыщался ароматом свежайших жасминовых листьев с куста. Что происходит сейчас, она сказала, я говорю, ну почему же так упало, почему он стал таким доступным? Она говорит, это две разницы, то, что делает высокий жасминовый чай, то, что проходит по действительно королевской технологии, это совершенно другое. Что делают сейчас? Сейчас этот чай делают за 24 часа. Смешивают цветы и средний чай, за 24 часа его жарят, образно говоря, подвергают термообработке. Получается тот же жасминовый чай, который организм не знает, что с ним делать. Одна составляющая ведет организму, дает организму один посыл, а вторая составляющая дает совершенно разный посыл. Поэтому чай, на самом деле, можно следовать моде, но как в любых вещах, ну хорошо, на каблуки модные или платформы модные, хорошо, мы в них походили. Но чай, мода на чай живет чуть-чуть дольше, чем полсезона. Поэтому чай – это не про неудобства. От чая мы вливаем рот, и он, естественно, действует на организм, и я не устану это повторять. Поэтому совет, какой вы пьете чай, давайте я буду пить такой же, это не подходит. Потому что чай настраивает твой организм, и правильным чаем можно настроить свой организм. Помнишь про мой рецепт чаек? И обычно я всегда с ним так и путешествую, я не путаю, не перемещаю. Трудно, когда меняешь часовой пояс, но, тем не менее, это вот мой такой код, почему я бодра, и почему я не так реагирую на все эти перелеты. Поэтому жасмин, жасмину рознь. Были вчера вопросы, которые я читала, очень просили рассказать о бодане, о растении, которое, кстати, очень мало известно. Но так же, как, например, бодан – это чигирский чай на Дальнем Востоке, Монголии. Это абсолютный лист, это абсолютное растение, которое выдерживается примерно по технологии пуэра, бодан. И нам бодан не приходится пить здесь, поэтому и вопрос мы получили из Казахстана, из Дальнего Востока. Поэтому бодан абсолютно тоже тонизирует стресс, укрепляет иммунитет, чего только не делает. Но еще удивительный чай. Кстати, я когда читала «Фета» годы назад, я никогда не задумывалась, что у него есть целое стихотворение, которое посвящено такому растению. Это называется альпийская роза. Если ты знаешь в Скандинавии, в Дании, в Швеции, в Финляндии, альпий, роза, он цветет обычно в конце июня, поэтому это такой символичный для них цветок. Называется это рододендрон. Если знаешь самые большие заросли этого дикого рододендрона, как раз в Чингду находятся. И Фет, кстати, я даже выписала эти слова, не поленилась. Фет рододендрон произносим мы, он произносит это рододендрон. Рододендрон, рододендрон, но в руках вертлявой феи хороши не только розы, хороши большие томы и поэзии, и прозы. Так что рододендр пили и в России. И рододендр – это горно растущее растение. Оно, я не знаю, ну в каждой семье есть фотографии рядом с кустом цветущего рододендра. Их огромное количество, рододендрари есть и в Сочи, и в Грузии прекрасные, как ты знаешь. И чего он тоже только не делает. И инфекции гасит, и роскошный антиоксидант. И это народное средство. На самом деле ведь я не всезнайка ни в коем случае. Я знаю, что ты очень любишь. И все часто спрашивают о тех книгах, к которым я обращаюсь. Но, например, одной из самых любимых книг является вот старинный цветочный этикет. Книга, которая издана в России. Издательство «Воскресный день. Белый город». Она издана в 2013 году. И сейчас я получила ее в подарок от слушателя моего курса. И я не получила открытки. Я не знаю, кого поблагодарить. Мы расстались. Мы договорились, что мы спишемся. Может быть, кто-то из скромности не сообщает мне. Для меня это одна из самых любимых книг. Где есть все. Если мы будем говорить о тех главах, которые посвящены. Они посвящены цветочной моде. Шляпной цветочной моде. Цветы на свадьбах. Цветы для дам зрелого возраста. Цветы аксессуары, гербарии. Устройство быта, сада. И если просмотреть эту книгу, даже бегло, ты поймешь, что весь все хозяйство усадьбы, городской усадьбы или сельского загородного дома было устроено так, что эти растения украшали быт. Они украшали сад, они входили в дом. Помнишь, всегда был зимний садик, куда-то приносились те цветы, которые жалко оставлять в саду. Они всегда доживали прекрасно до ноября в помещении. И еще эти растения заваривали. И очень достойно написано о том, что не нужно надеяться, что все подряд растения полезны. Мы должны прежде всего знать, где они собраны и где они росли, прежде чем их качественно заварить. Поэтому это удивительная книга. И этому скромному человеку, который принес мне в подарок эту книгу, я хочу теперь на правах владельца прекрасной коллекции, автора прекрасной коллекции, я хочу подарить эту... Вербу. Эту вербу. У нас не поле чудес, но тем не менее я очень хочу сделать такое от себя посвящение. Я не написала книгу. Я мечтала всегда создать вот эту линию растений, которые никогда не завянут. Которые не нужно рвать, которые не нужно... Меня к этому мама, кстати, приучила. Она просит не привозить ей срезанных цветов для того, чтобы не устраивать силоз. Она просит привезти те цветы к горшке, которым можно продлить жизнь. И когда отцветают там незабудка, когда отцветает крокус, когда отцветает та же хризантема, камелии, конечно, в сад в Эстонии высадить невозможно, но все эти горшечные цветы, которые примулы, отцветут у неё на подоконнике или на столике рядом в её гостиной, она всё передаст тем людям, которые помогают ей по хозяйству. И она продлина жизнь под кустом или где-то в огороде. Они ещё будут долго расти. И на самом деле она очень требовательно это повторяла и приучила меня к этому. Поэтому помимо моей красной книги я ещё очень дорожу и никогда ничего не срываю. Поэтому вот эта верба действительно... Я в директ, как угодно, прошу сообщить, и я буду очень рада передать, переправить такой подарок. Мария Сомария, например, которая наверняка слушает нас из Ниццы, она же имеет ложку гурмана. Так что иногда я делаю ценные подарки своим слушателям за их ценные вопросы. Ведь очень много я узнаю как раз от зрителей. В моей жизни были учителя. Был Дмитрий Сергеевич Лихачёв, был чудесный Гумилёв, я думаю, лучший историк, этнограф России, не только России. И по телефону, к сожалению, я никогда не встречалась с Галиной Панкратовой. Но это дама, которая знает всё об исторических розах. Она живёт под Москвой. По голосу это был очень взрослый человек. Я разговаривала с ней последний раз 5-6 лет назад, когда нужно было спасти розари, очень известного человека, моего работодателя. Он перестал за ним ухаживать, он очень ценил цветы. Но покупая поместье с прекрасным розарием, цветы чувствует, когда меняется рука. И мне нужно было спасти розари. И когда я нашла эту даму, потому что я нашла эту книгу, я думаю, что это ликбез, так же, как твой Каир. Вот эта книга прекрасная, это такой же ликбез. И Галина рассказала мне о том, что как раз самые большие заводчики, самые роскошные розари в Подмосковье, они как раз принадлежат промышленникам, семьям, где мужчины, казалось бы, не интересуются ничем, кроме Excel, металлургии и прочих бизнесов. И она сказала, только им я позволяю звонить мне в 10-11 часов вечера после командировки летом, когда они возвращаются первым делом дома, подходят к своему розарию. И он может позвонить, и он может уточнить, что происходит с садом. И вот в этой прекрасной книге, вот в этой изложено очень много красивых историй, как купеческие семьи к совершеннолетию дочерей. Отцы паковали семью и везли их в Никитский ботанический сад дочерей. Повтори, пожалуйста, имя автора книжки о розах. Галина Панкратова. Галина Панкратова. Садовые розы. Садовые розы. Эксмо. Эксмо. 2012 год. Я хотел спросить, все время спрашивают, что за лотос у тебя там на картине, за тобой лимоны и, кажется, лотос, правильно? Это рижская комиссионка. 2001 год. Мне сказали, что это дипломная работа одной молодой художницы, студентки, закончившей Академию художественную в Латвии. Больше я ничего не знаю. Я, кстати, не приценивалась и забыла посмотреть. Поэтому лотос, я его не только пью и люблю нежно, как напиток. Ты пьёшь чай с лотосом? Я очень часто пью чай с лотосом. И вот я хотела договорить про Галина, то, что мне сказала. Мы много беседовали по телефону. И я знаю, что она была ко мне очень расположена, потому что я задавала такие вопросы, которые я не знала бы, если бы я не любила растения, не была инсайдером и не возилась с этим так. И она мне просто объяснила, что исторически так и было, когда семья отправлялась в Никитский ботанический сад для того, чтобы к совершеннолетию дочерям выбрать сорт роз или других растений. Раньше же не было принудительное 8 марта или День святых влюблённых, простите. И раньше просто сообщалось о том, что девушка достигла возраста и будет выезжать. И она отправляла, когда зацветали эти розы, которые отец дарил, именные розы. Никто не делал селекции, я думаю, адаптировались определённые цвета и назывались именно дочери. Даже у меня был сорт Татьяны, мне подарили мои родители, мне было 8 лет. И для меня это была самая красивая роза. То как раз в то время, пока жена и дочери не могли решиться с выбором роз, сами мужчины себе в этом же Никитском ботаническом саду отцы семьи, семейства заказывали необыкновенные сорта сирени, гортензий, долгоцветущих кустарников. И промышленники, князья, всё что угодно. Если посмотреть эту книгу посвящений, кто себе посвятил, какие дикорастущие растения садовые из мужчин. Не только французы, далеко не только итальянцы. Очень много красивых русских фамилий, которые... И сорта эти продолжаются. И вот как раз госпожа Панкратова знает историю абсолютно всех роз. И здесь всё расписано. Какой чай, как применить розу, тело, гастро, всё что угодно. И, конечно, она тоже пишет, что всё, что вы варите, всё, что вы завариваете из розы, оно должно быть, во-первых, на очень хорошей воде, сделано на дистиллированной воде. И самое главное, что эта роза должна быть дикой. Из садовой розы мало что хорошего получится, потому что, во-первых, она модифицирована, во-вторых, она обработана и прочее, прочее. Тебе доводилось когда-то быть в Марокко в период цветения в долине роз? Розы Дамаскино. Дамасские розы – одни из самых старых роз в мире. И парфюмеры Грасса, конечно, говорят, что лучшая роза у них. Как ты знаешь, у меня и твоей мамы были любимые духи. Это были болгарское розовое масло, которое пахло до сих пор, как помню. И мне было интересно, мне сказал кто-то из марокканских гидов, что вам нужно приехать, если вы такая, мол, чувствительная, приезжайте, когда у нас розы в долине цветут. И я ничего подобного не видела. Из роз было всё абсолютно, культ, вода. Ну, как ты знаешь, готовят на розовой воде очень часто, правильно? И пекут на розовой воде очень часто. Розовой водой какие части тела не моют и прочее, прочее. Поэтому из неё делают роскошное варенье. Я никогда не пила чай из лепестков розы, не буду придумывать. Но розовые отдушки, розовые карамели. Почему-то считается, что роза – самый дорогой цветок в мире. Нет. Если посмотреть биржу, то самые дорогие цветы в мире будут что? Это будет, боже мой, «Царица ночи», как называется? Охидей, может быть? Нет, нет, нет. «Царица ночи», она всегда расцветает в ботаническом саду, в Петербурге, и с детства радио объявляла, сегодня распускается «Царица ночи». Была такая же очередь, как в Эрмитаж. Те же люди приходили смотреть, как кактус кадупул. Это растение, которое цветёт всего одну ночь. Растение держится 8 часов. Оно 80 сантиметров распахивается. Но если я поеду в Шри-Ланку в апреле, обычный кактус, тёщин язык и что-то похожее, просто такая змейка по пальме ползёт, и она вот распускается таким, сам бутон 30 сантиметров. И из него распахивается это огромное зонтообразное растение, роскошное. Это, наверное, самый дорогой. Самый дорогой из практичных цветов – это крокус, потому что это шафран. Затем идёт прекрасная орхидея из кота Кинобалу, которую нельзя перевозить и которая растёт только там. Потом идёт что? Ещё есть одна прекрасная садовая ампельная английская роза, которая была создана в 2003 году, которая находится под патронажем, естественно, Королевского треста Англии. И она стоит, саженец её стоит, 3 миллиона фунтов, 3 тысячи фунтов. 3 тысячи фунтов. Я бы об этом не знала, если бы мне не рассказал один американец на курорте. Я не поленилась. Как раз две недели назад была, в прошлом году мне удалось побывать в Музее природы. При Музее природы в Лондоне проходит эта выставка «Планс». Естественно, эти все саженцы, эти все прекрасные розы. Она внешне шёлковая обычная роза, но она не культивируется. Её никак не перевезти, её никак не высадить в другом... Её не перенести. Поэтому как с виноградниками. Это такая же абсолютная история. Поэтому это апелляция. Что ещё из знаковых дорогих цветов? Как же она прекрасно называется? Глориоза. И вчера один из моих приятелей... Вот на вопрос, любят ли мужчины цветы. Мы с Ириной Агановой уже в прошлом октябре признались. Кстати, она нам передаёт привет, она смотрит наш эфир. Ирина, правда, мужчины любят цветы. И вам не нужно было друг друга убеждать. Только правда, они любят это не по назначенным дням. И только те цветы, которые они помнят с детства, или которые они выделяют. Но нужно очень тонко узнать. Они не любят галстуков в подарок мужчины, и не любят бессмысленных цветов, потому что им нечего с ними делать. Правда, Ген? Да. Поэтому за ними нужно ухаживать, их нужно подрезать. Если они вянут так, это плохой знак, это мало кому нравится. Что я буду делать с ними на следующий день? А вот растения, которые в земле, вот эта история Панкратова, я в неё, конечно, очень верю. Конечно, мужчинам нравится. И вчера в преддверии нашего эфира мне написал мой добрый-добрый московский приятель. И он сказал, как приятно. У моего отца сегодня день рождения. Я связала для него букет цветов. Это было чудесное. Это были абсолютно глориозы. Я сказала, как называется это глориоза? На что он мне сказал? Конечно же, глориоза Ротшильда. Всё это происходило в Москве. Орхидеи двух-трёх сортов. Абсолютно ветки, которые будут стоять очень долго. Глориоза одна из... По-моему, это на шестом месте в рейтинге цветочных цен на бирже. Поэтому глориоза живёт в Москве, и появляется в Москве, или её нужно выписывать. Но драматично то, что я вчера сказала. И до слёз мне было обидно, что теплицы Москвы утилизируют эти розы, потому что их сейчас никто не покупает. Понятно, что из них чай пить не нужно, и лицо ими быть не нужно, и настойки нет. Но, к сожалению, сезон не удался, и мне очень жалко их ручного труда. А представляешь, сколько сейчас в Кении утилизируется каждый день? Миллионы, миллионы цветов. Потому что, дорогие друзья, вы, наверное, знаете, что голландские цветы выращиваются не в Голландии, а в Кении, вокруг озера Найвашу, где прекрасные почвы и всегда есть вода. Просто Голландия сама никогда бы не справилась с таким. Именно поэтому в Найроби каждый день летает по два рейса к АЛМ. Не потому что так голландцы любят ездить в Африку, а потому что тушки этих самолётов летят обратно, забитые цветами. Они потом расходятся по всему миру уже как голландские. Ну и как чуть-чуть с фуа-грасс случается, что её докупают в Венгрии. Это тоже бывает, никто это особенно не скрывает. Как прекрасные розы парфюменам в Грасс доставляют из Болгарии, из Марокко. Не будем скрывать. Главное, это доставить быстро. Это будет также недёшево. Но, например, из чего ещё пьют чай? Чай пьют из первоцвета. Я, например, из примулы сейчас здесь пью, потому что я знаю, в каком перелеске я его могу собрать, эту примулу. Такие жёлтые бархатные цветочки, котики, мотики, как-то их так называют. Это роскошный-роскошный чай из примулы. Все витамины сразу из леса. Оптимизируем бюджеты. Потом фиалка всегда. Всегда. И ты знаешь, как часто во Франции за сахаренную фиалочку кладут в чай, потому что все витамины сохраняются. Лотос, пожалуй. Больше всего меня действительно интересует этот лотос, потому что для меня это из вечерних чаёв. В нём тоже нет ни тина, ни кофеина. Его ни с чем, ни с другим чаем никогда не... Это роскошный. Это, с одной стороны, роскошный антиоксидант, а с другой стороны, ты пьёшь ромашку для чего? После тяжёлого ужина, например? Ну, я... Ромашка – это, пожалуй, единственный травяной чай, который у меня всегда с собой есть, потому что я не могу чай пить, ну, там, скажем, после 7 часов вечера, иначе я не засну. А вот ромашку могу пить всегда, тем более, что она, ну, во-первых, если как-то не очень хорошо себя чувствуешь, слегка простудился, то ромашка всегда хороша. Во-вторых, если что-то чувствуешь с желудком, какие-то проблемы, а проблемы в путешествиях случаются достаточно часто, то ромашковый чай всегда помогает. Весь вопрос в том, насколько крепко его заварить. И ко всему прочему, я ещё ромашку использую, когда мне нужно... она чуть остынет, заваренная ромашкой, я могу прополоскать горло ей, она известно, что она дезинфицирует, или, например, взять ватку, промыть глаза. Совершенно верно. Кожу, глаза, всё что угодно, в сафари или где угодно. То есть ромашка абсолютно... Сток у неё функций. Я этому, кстати, в Италии научилась. У них всегда есть ромашка Camomilla Baramella, есть такая марка у них, достаточно известная, очень качественная, прямо с головками цветов в пакетиках. Воду в морозилку, и потом это роскошный компресс, где бы ты ни был, тебе нужно после ожога, после солнца, воды освежить лицо. Что ещё? Естественно, что мы ещё пьём, что мы ещё смешиваем? Мята, мята. Ну, мята – это как раз дюказ. Посмотри, какой культ сейчас, как это называется, дежестив или чай? Это уже что-то. Ну, это вообще интересная отдельная тема про моду в гастрономии, про моду в файн-дайнинге. И Ален Дюказ, который ввёл множество вещей в моду, он ввёл вот эти вот... У него не подают чай, а классический чай. Зато всегда во всех ресторанах Ален Дюказа есть тележки, в которых тебе... Тролли. Да, после ужина тебе подвозят тележку, на которой стоят горшки с разными травами. Там всегда есть несколько видов мяты, обычная перечная, мелисса и так далее. Там есть лимонная трава, там есть тимьян, он же чабрец, там есть какие-то вот разные... Шесть, семь, восемь горшков стоят с свежайшей травой. Тебе ты тыкаешь пальцем в ту траву, которая тебе понравилась, отрезают... Лаванду не кладёт он? Нет, наверное. Иногда бывает. Но лаванда всё-таки очень сильный у неё вкус. Там обычно зелёные травы, зелёные... Там не цветы, там травы именно. И отрезают ножничками, быстренько при тебе споласкивают эту траву, заваривают кипятком и подают тебе отвары. Это всегда прекрасно. И после дюкасса это пошло по многим другим ресторанам. Сейчас довольно часто ты можешь встретить такую тележку с травами и зависит всегда это от ресторана, который выбирает. Но я хочу немножко сместить акцент. Нам осталось всего 10 минут. Расскажи, пожалуйста, вот всё-таки о своих серебряных цветах, потому что уже несколько дней наши зрители замечают, что ты прикалываешь на рубашку или на свитер, как сегодня, такие прекрасные цветы. Что это? Кто это? И я знаю, что ты принимала участие в появлении, собственно говоря, этих украшений. Пожалуйста, расскажи про них. На правах саморекламы? На правах ты можешь рассказывать... Я с удовольствием расскажу, потому что на самом деле это одна из моих... Это мечта, которую я наконец воплотила в серебре и в металле. На самом деле ты прекрасно знаешь, что я часто летом живу в Киеве. Кстати, там я пью чай из Чернобривцева, из Мальвы. И когда ты входишь в Киеве в аптеку, то чуть-чуть занимают в аптечном пространстве лекарства, всё остальное занимают травы. И травы есть на всё. И меня там травница научила не сочетать травы. Однокаждая трава работает на счёт. И я даже там пыталась узнать, есть ли кто какой-то мастер, который может воплотить мою мечту. И я хотела обязательно создать гербарий, который... У меня был гербарий. И когда меня родители действительно отправляли в Тверскую летом, мне давали связку книг, чемоданчик книг, которые я должна была проработать. Не только про серую шейку, а были серьёзные книги. И я их смотрела, и я знала, что они у меня супер... Почему? Как это размножается? И всё. Но корни я никогда не рвала. И на самом деле я хотела многие годы, кто меня знает по Киеву, кто меня знает по Петербургу, по Москве, все знают, что я хотела сделать эту... И вот девочки Юли прекрасной Салимовой из СБ. Я уже лет шесть назад приходила или пять говорила, я очень хочу сделать такую коллекцию. Из папье-маше, вязаной, это всё было не так. Из керамики, счастье, есть разная керамика. И вдруг в октябре на моём этикет-бранче в Астории подошла Татьяна и сказала, что она очень хочет, чтобы русские самоцветы... И она принесла мне в подарок вот эту ложку. Это обычная ложка, сувенир, ложка, которая нужна для варенья, которая... Это перегородчатая эмаль? Да, это перегородчатая эмаль. И ложка называется сирень. И я посмотрела на неё, у меня глаза наполнились слезами. Я говорю, вы знаете, если мы создадим мою мечту, я очень хочу создать серию брошей. Она будет гербарий. Только лесные и полевые цветы и растения. И я хочу носить их букетом. Тогда я смогу подарить своей маме, я могу подарить незабудки тем людям, которые действительно forget me not. Ведь на самом деле одна из самых дорогих цветов в мире, кстати, тоже незабудка, потому что ландыши незабудка, потому что они очень-очень нежные, перевозят их только с землёй. Поэтому иногда, не зная, что подарить, иногда... Вот я обязательно хотела иметь такую коллекцию своих брошей. и это будет 30 растений. Они поступают в продажу, они уже находятся на сайте, и они уже продаются онлайн. И я создаю, мы их выпускаем, рисуем. Татьяна, которая руководит этим проектом, Татьяна Докучаева. И есть ещё Татьяна Полякова, которая рисует эти цветы, художник. Не я их рисовала. Да? Полная тёстка. Да. И когда я прочла вчера, что утилизируют розы в Москве, я расстроилась очень сильно, потому что мне жаль труда человеческого. И такие же ремесленники, как те дамы, которые выращивают розы, такие же ремесленники на заводе русские самоцветы создают мои цветы. И это в династиях люди работают, мать, дочь. И когда я увидела, как они загорелись, мои идеи, как им это показалось просто, естественно, что эти цветы действительно никогда не завянут, и с какой любовью о них делают, это серия. У них у каждого цветка есть знак. И скажу тебе честно, ты же любишь фарфор, как и я. Ты же знаешь, что у Роял Копенгагена есть прекрасная серия, которая называется Фьора Даника, Флора Даника, которую когда-то даже Павел I два раза написал им письмо в Роял Копенгаген. Где же мой сервиз? Хотя аскеты, кто думал, что он может себе заказать Роял Копенгаген? Там сейчас дикие деньги стоят это всё. Ну, очень. И там, в чём сущность этого сервиза, он состоит из 2212 форм, если я не ошибаюсь, предметов. И каждый предмет имеет портрет растения, которое есть в Дании. И на задней, в тыльную часть тарелки подписаны, естественно, есть логотип, клеймо Роял Копенгагена. По латыни и на датском языке подписаны растения. Точно так же все мои растения подписаны. Поэтому, если кто-то из детей не знает, как собрать гербарий или как называется растение, здесь чебесные подсказки. И потом, это действительно какие-то цветов. какие-то вещи. Что? Как можно их купить? Спрашиваю. Онлайн. Онлайн. Есть, это market. Рус. Я думаю, что ты можешь приучить у себя. У меня есть на сайте. У меня все есть номер телефона, и мы доставляем. И у меня была идея доставлять их вместе с книгой внутри страниц. Мы над ней работаем. К сожалению, не все сейчас возможно, но я очень хотела, чтобы верба дошла до тех, кому я не могу ее послать, принести лично связку вербы. Поэтому, это будет средняя полоса России. Это те растения, которые мы бы увидели у нас в Тверской, если бы мы поехали туда не зимой, а летом. Поэтому, это очень личная тема, моя. Только сейчас уже цветов здесь. Сейчас уже есть пять цветов, и сейчас померяю. А можешь показать, у тебя есть под рукой какие-то цветы еще? Сейчас нет. Сейчас нет. Сейчас есть верба, которую я хочу передать в приз, если кто-то... У меня есть незабудки, у меня есть кашка, маленький клевер, у меня есть нарцисс белый, нарцисс дикий, нарцисс садовый. И у каждой этой истории на сайте, вы увидите, есть мое посвящение, почему я их люблю, как я их ношу, никакой... Здесь нет сентимента. Мне кажется, это та часть, по крайней мере, об этом всегда можно поговорить. Если кто-то на круизере или на Мостерфлоте или где-то спросит, какая у вас красивая брошь, мы никогда такой не видели. Я сказал, да, это мой любимый цветок. Вы любите цветы? Всегда же нужно за что-то зацепиться, правильно? Или за твою оправу, или за твой багаж, или за твои ботинки, или за что-то, по крайней мере, о чем-то, с чего-то нужно начать разговор. Поэтому, мне кажется, и потом, ведь традиционно, помнишь, в Индии, эта женщина может идти пешком по обочине дороги, она может нуждаться. Это видно, что она едет, ну, она действительно очень бедно одета, но у нее всегда будет брошечка подколота, правда? От сглаза. Внимание убирает. Ее величество всегда брошь. Все-все-все. Всегда. Очень английская. Украшает. Тема, комплимент и внимание сюда. Поэтому такая очень моя личная история. Перекличку сделаешь? Да, давайте пишите, друзья, откуда вы. У нас осталось три минуты эфира, даже меньше, потому что Татьяна чуть раньше начала. Откуда, где вы нас смотрите, откуда вы. А еще раз я пока говорю, значит, где найти адрес сайта, заходите к Татьяне в профиль, там есть адрес сайта Татьяны Поляковой, заходите на сайт Татьяны Поляковой, там все про эти броши, вся информация необходимая. И в Инстаграме все есть прекрасно, я сейчас еще раз размещу и поблагодарю, и дам еще раз всю информацию. Тамара, Польша, Киев, Ирлайн, Ирлайн, Если мы поможем, действительно, это ремесленники, которые с огромной любовью делают мои броши, мне будет приятно им помочь. Я очень надеюсь, что когда я встречу их, когда закончится онлайн, то мы будем, я обниму их, я приглашу их на бранч, я пойду, я просто, я настолько благодарна им, это необыкновенно. Львов. Львов, красиво, на прише, именно в Львове я пила чай. Продолжение следует...